Ветхом Завете Ветхом Завете Ветхом Завете И правда мы даже радуемся Что ее нет Что это может даже перегиб сейчас уже Но все-таки представьте себе такую картину Вот я в браке Семнадцатый год Жене своей не изменял Поставьте сейчас рядом со мной человека Который совершал прелюбодеяние Изменял своей жене там сто раз И мы с точки зрения закона Будем с ним абсолютно равны Просто потому что в нашем законе Прелюбодеяние не считается грехом Так что, я думаю, что вспоминать ветхозаветные времена, когда была там смертная казнь, в том числе и могла быть за прелюбодеяние, или новозаветные времена, когда Господь говорит, что даже если ты посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем, я думаю, что сейчас уже нет смысла возвращаться в прошлое, потому что мы очень и очень далеко ушли от законов как Ветхого Завета, так и Нового Завета. Я думаю, что, наверное, сейчас есть смысл концентрироваться не на наказаниях, смерть или не смерть, а хотя бы нам пытаться, хотя бы в минимальной нравственности воспитать своих детей, которые уже как исповедники, потому что наши дети, выращенные в церковных семьях, приходя в обычные свои компании уже только за то, что хотят жить целомудренной жизнью, самый-самый простой целомудренной жизнью уже могут подвергаться насмешкам. Поэтому, друзья, дело не в физической смерти, а в смерти духовной. И раньше люди вот думали, что вот смертная казнь, как это ужасно, мы все умрем, а вот если человек умрет еще и второй смертью, духовной, вот это, правда, будет очень печально. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok